В лагере беженцев Сэрос на севере Греции проживает 132 украинца. В основном это женщины и дети. Находясь далеко от дома, Татьяна и Кристина решили, что будут соблюдать все пасхальные обычаи. Сегодня утром беженцы собрались в центре лагеря, чтобы покрасить яйца, смастерить свечи и испечь куличи. Татьяна – историк, владеет украинским и греческим. Она говорит на обоих языках и не может сдержать слез. На Пасху мы готовим много вкусных и хороших вещей. Пасха – символ возрождения. Мы также рисуем солнце, мы любим свет, он дает нам силу и мужество. Украинские беженцы вспоминают свою родину через песни, которые они любят. Маленькие дети играют и разрисовывают пасхальные яйца. Конечно, мы старались для детей сделать приближенные условия к домашним. Вы видите, мы сделали Пасхи как дома, потому что наши Пасхи отличаются от греческих. Болезни по здоровью и уже травмы, пошли большие физические травмы. В лагере живут 36 детей, 30 из которых ходят в школу. Все дети изучают греческий язык. С первого дня пребывания в страну украинские беженцы чувствуют потребность ходить в церковь и молиться. Особенно на Страстной неделе необходимость в этом становится острее, поскольку они надеются, что воскресение Иисуса Христа положит конец этой кровопролитной войне. Православная церковь поддерживает их. Мы вернемся, восстанавливаем наши дома, сделаем их крепче. У нас была прекрасная жизнь, и мы хотим ее вернуть. Мы не хотим скитаться в чужих краях. Мы не хотим, чтобы наши дети попадали под бомбежки и умирали. За последние два месяца в Грецию прибыло около 21 тысячи украинцев. Это, безусловно, трудная пасха вдали от дома и от тех, кого они любят. Тем не менее, люди здесь надеются, что война скоро закончится, и что они не проведут остаток жизни в качестве беженцев. И, конечно, в последние годы, в последние годы,